Когда я шел в президенты, я обещал защищать жизнь, и это именно то, что я и делаю. Торжественный ужин в Вашингтоне собирает сотни гостей. Это ежегодное мероприятие противников абортов, так называемого движения за жизнь. Здесь и раньше выступали серьезные политики, но о такой поддержке, как в этом году, можно только мечтать. На промежуточных выборах нам нужно избрать больше республиканцев. Нужно проголосовать. Нам не хватает всего 9 голосов для законопроекта о запрете абортов после 20-й недели беременности. Запретить аборты на поздних сроках – давняя идея республиканцев. По сути, прямое противоречие историческому решению Верховного суда США. В 1973 году по делу Роу против Уэйда судьи постановили – женщина имеет право делать аборт вплоть до седьмого месяца, пока плод не станет жизнеспособным. Вердикт разделил американцев на два лагеря – тех, кто за право выбора, и тех, кто называет себя борцами за жизнь. Через 40 лет после исторического судебного решения спор между ними продолжается. Администрация Дональда Трампа действительно делает громкие заявления. Чем больше мы говорим о сохранении жизни, тем больше изменений происходит. Медицинская помощь очень важна, ее нельзя откладывать. Они подвергают опасности жизни женщин и их здоровье. Согласно опросам Центра Пью, 57% американцев считают, что аборты должны быть легальными, 40% выступают против. И хотя сторонники движения за жизнь в меньшинстве, на их счету весомые победы. С 2006 года ограничения на аборты ввели 29 штатов. Из них 19 – в первый год президентства Дональда Трампа. Согласно решению Верховного суда, местные сенаты не могут запретить прерывание беременности полностью, но вот ужесточить законодательство в их полномочиях. По всей стране, в Луизиане, Техасе, Кентукки, мы видим лавину новых ограничений, цель которых – лишить женщину доступа к абортам, даже несмотря на то, что это право защищено Конституцией. Блокируется доступ к медикаментозным абортам, к прерыванию беременности во втором тримясте. Также накладываются ограничения на работу самих клиентов. Одно из самых жестких в США ограничений действует в штате Айова. В начале мая там вступил в силу так называемый закон сердцебиения, который запретил аборты после шестой недели беременности. «Если смерть определяется отсутствием сердцебиения, то разве стук сердца не является индикатором жизни? Я считаю аморальным останавливать биение невинного сердца. Меня тошнит от продажи частей плода. Моя вера заставляет меня защищать жизнь». «Я пришла сюда сказать только одно. Увидимся в суде, губернатор Рейнольдс». В суде закончилась и попытка властей Техаса ужесточить доступ к абортам. Общественным адвокатам удалось отменить противоречивые законы. В Центре защиты репродуктивных прав уверены, такая же участь ждет и 20-недельный лимит на проведение абортов. «Я думаю, что даже если такой запрет проголосуют, в конце концов его отменит Верховный суд, поскольку это просто противоречит Конституции». Осенью Верховный суд принял к рассмотрению первое дело, касающееся абортов с начала президентства Дональда Трампа и назначения консервативного судей Нила Горсача. Американские юристы внимательно следят за процессом, который во многом может определить судьбу последующих споров. Впрочем, для выполнения избирательных обещаний у Белого дома есть и другие инструменты. Нынешняя администрация США сократила финансирование абортов из казны и исключила подобные программы из международной помощи, которую Соединенные Штаты оказывают другим странам. Дарья Диегуц, Михаил Майсурад. За настоящее время Америка. Вашингтон. Субтитры создавал DimaTorzok